Добрый вечер, уважаемые слушатели, уважаемая публика. Я очень рад вас приветствовать сегодня вечером в нашем фирменном салоне Кавайи, где у нас проходят каждую неделю бесплатные концерты. И я уже вижу тут столько много знакомых лиц. Фактически это уже стала такая дружеская встреча каждую неделю. И очень приятно, что вы все возвращаетесь сюда снова и снова. И сегодня у нас очень необычный концерт. У нас сегодня не только фортепиано будет музыка, еще будет маримбо, другие ударные инструменты, фагот будет. И мне очень приятно представить вам, что сегодня у нас будет выступать Татьяна Шатковская-Айзенберг. Это замечательный композитор, замечательный музыкант. Уже, так сказать, не в первом поколении. Очень известный ее папа был педагог, который выучил очень много талантливых людей. И сегодня мы послушаем ее творческий вечер. И она представит нам свои замечательные композиции. Это будет очень интересная музыка. Это будет музыка для мультфильмов, музыка для кино. И я думаю, что все получат тут просто колоссальное удовольствие от этой музыки. Потому что эта солнечная, жизнерадостная девушка просто впечатляет своим творчеством. Меня каждый раз все больше и больше. И я думаю, что вы все так же любите и вам понравятся эти музыкальные композиции. Пару слов, если кто-то здесь есть из новеньких, расскажу, что в 2014 году мы открыли здесь салон пианино-рояль Кавайи. Мы занимаемся здесь продажей и представлением инструментов этой замечательной японской компании. Возможно, многие знают, что величайший пианист Плетнев играет на нашем инструменте, на большом концертном рояле и везде его возит с собой. И он считает, что это один из самых лучших инструментов, существующих на сегодняшний день в мире. И мы очень гордимся, что такой величайший пианист выбрал наш инструмент. Также у нас есть и цифровые инструменты. Вы можете в любой день прийти, попробовать, поиграть на всех инструментах, которые здесь представлены. И получить консультации у наших замечательных консультантов. Это вот Марк и Анастасия. Наверное, вы их тоже уже хорошо знаете. Вот. И... Заходите, пожалуйста. И, наверное, я долго не буду ничего сегодня рассказывать. Хочу сразу передать Татьяне микрофончик или без микрофона, как нравится, да? И еще раз хочу сказать. Татьяна, мы очень рады, что вы возвращаетесь и делаете у нас здесь свои творческие вечера. Приводите свою школу, своих учеников сюда. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Сергей. Я бы хотела сказать вообще отдельное спасибо. Я всегда говорю спасибо фирменному Салону Кавайну. Сегодня особенно как-то тепло, когда даже я вошла к вам. И сразу бы сказали, что и Марк пришел записывать. И вы три рояля для меня настроили. Вот. И так и Анастасия с такой теплотой готовила этот вечер, что просто у меня нет слов, как я благодарна вам. Дорогие друзья, здравствуйте. Я очень рада вас всех видеть, каждого из вас. Я счастлива, что могу этот день, а сегодня у меня именин, Татьяна, день. Могу разделить этот день с вами. Для меня кажется, что самое лучшее, что может быть, как лучшее, как может прожить человек свой день, день рождения, или день именин, или просто какой-то значимый день. Это в духовном общении с друзьями. Поделиться тем, что у него на душе, поделиться тем, чем он не может не поделиться. И сегодня для меня очень трогательный день, потому что я вижу в зале моих прекрасных друзей, я вижу в зале моих любимых учителей, я вижу в зале моих родителей, и я приполняюсь, конечно, просто благодарностью безмерной. Я бы хотела сегодняшний концерт посвятить вам, дорогие друзья. Это музыкальное приношение вам, моим учителям, моим родителям, моим друзьям. И сегодня я еще, как ни странно, буду читать свои стихи. Да, вот совсем недавно я начала писать стихи, хотя никогда в жизни я их не писала, и никогда не получалось это все дело. А вдруг раз, и они полились сами у меня. Буквально месяц назад. И я бы хотела поделиться с вами тоже этими стихами между произведениями, которые будут звучать. В первом отделении вы услышите музыку академическую для разных инструментов, вокальную музыку. Я буду, кажется, что я не рассказываю. Да, я сегодня много буду говорить, потому что мне это важно. Кажется, надо какую-то историю в преддверии. Ну, не много, но буду говорить. Много не буду говорить. Самое важное. А во втором отделении будет улыбка души, потому что будет звучать музыка к мультфильмам, и я уверена, что на многих из них и сегодня присутствуют режиссеры здесь, и продюсеры, и дорогие друзья, с которыми я это создавала, буду тоже про них говорить, их поднимать. Будет просто лодка души, потому что там много всего смешного. Музыка к мультфильмам. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Первое произведение я решила начать так. Концерт начнется с музыки Ван Гога. Эта музыка Ван Гога посвящена моему любимому учителю, Валентины Ильиничной Павловой. Она сегодня здесь с нами. И сочинение возникло под впечатлением общения с Валентины Ильиничной и ее любовью к Ван Гогу. Если бы она мне не сказала, что это ее любимый художник, я бы, наверное, так на него не посмотрела никогда. И вдруг я начала смотреть его картины, начала читать о нем, читать его мысли. И меня поразила даже не столько его картины, сколько сам он как человек, который был удивительно беззащитный, оголенный, такой ранимый, которого не признавали при жизни, но зато признание к нему пришло потом. И который как человек без кожи. Меня именно он как человек очень сильно заторвал. И вот это состояние, этого человека, я бы хотела передать в этом сочинении. Не так. Ван Гог, музыка Ван Гога, для двух фортепиан, исполняют лауреат международных конкурсов, фортепианный дуэт «Шат». Анна Шатковская и Татьяна Шатковская-Айзенберг. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы хотела добавить к сказанному, что это сочинение мы брали в ужасно военной обостренной обстановке. Сами этого не ожидаю. О, Александр Александрович, как рады вас видеть! Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Дело в том, что мы в 2014 году поехали в Харьков. В 2014 году, в феврале. Вспомните, какие политические события происходили. Это был переворот. И когда мы туда поехали, мы делали на самом деле какой-то подвиг. Потому что, когда мы туда поехали, мы не знаем, насколько это опасно. Потому что выступали мы и исполняли это сочинение под свист... Немножко не так, там не свист, там рев толпы были на улице. Это был вот 4-й этаж, и там толпа и дело. Я, ну, ладно. Ну, в общем, мы выступали и показывали это сочинение под, ну, правильно, Роман сказал, рев толпы. И на самом деле, даже не в реве дело, а в том, что была демонстрация, и могли все, что угодно сделать и кинуть. И консерватория была пустая. Там мало совершенно человек пришел на наш концерт. Хотя планировалось много. Все прилипли к экрану. Это тот момент, когда Тимошенко сидел на коляске. И вот это вот все происходило. Там совершенно чудесная атмосфера была на концертах. То есть люди были... Ну, на концерт, несмотря на это, мы просто там на слезу это сочинение восприняли, потому что как-то оно очень затронуло тогда. Больше мы туда не ездим никогда. Ну, дальше что? Сейчас прозвучит музыка Дега. Я тоже бы хотела... Ну, что такое музыка Дега? Просто немножко рассказать. Вы видите, написано латинскими буквами имя художника. Да, меня впечатлило очень... Впечатлил этот художник. Но больше это случилось так, что каждая буква в имени означает какую-то тональность. И когда я поняла, что у меня складываются пьесы в этих тональностях, То сам Дега сложился. Вот. Это пьеса для фортепиано. Музыка Дега. Тоже прочту сихотворение. Пьеса для фортепиано. Весна, весна средь зимы пришла. Весна душу мою разнесла потоком шумящих брызг, Птичьим визгом. Крик? Нет. Тишина. Оголенной души. Немота. Пять пьесы исполнялись убежденных. Пять пьес исполнялись убежденных. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дело в том, что в детстве я мечтала стать режиссером И, наверное, сейчас какие-то произведения я выставлю как режиссер То есть я имею в виду, что я их режиссеру И вот я взяла с собой аннотацию в этом сочинении Но когда звучит, когда вы с самого начала услышите Когда звучит эта барабанная дробь И, на мой взгляд, это мужские каблуки полностью Только мужские каблуки Если вы знаете фильмы «Антонио Гадаса» Куда разговаривают? Там надо разговаривать Вот «Антонио Гадаса», «Кармен», «Кровавая свадьба» Вот это вот Это звучит и это скрепляет абсолютно все И это уже мое прочтение Это не даже там, не знаю, не испанские какие-то песни А это мое видение в Испании И, в общем, я без Виктора Сочая до сочинения бы не родилось Потому что он колоссально много помог мне в приемах Что-то вообще возможно Ну, то есть, как это вообще возможно все сделать Вот, так что представляю Лауреат международных конкурсов, солист новой оперы Виктор Сыч, «Душа Испании» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И тут «Белые снеги» на стихе Евтушенко. И последняя песня на стихе Африканского поэта. Я сейчас не могу вспомнить, как его зовут. Сложено очень имя, но последняя. Это цикл из пяти песен. Каждая песня для меня как исповедь. И сегодня как раз каждое деление будет заканчиваться этими песнями. Мы сейчас исполним «Благодарю, о Господь». Для Матисапрано и Портепиано посвящается Ане Астальской. Даже не знаю, что сказать. Я котенчу прочистить творение. Больше я хотела. Прочистить творение мое. Которое, мне кажется, соответствует самостоянию. Откровение, озарение, прозрение. Души неугомонной пение. Весеннее пробуждение Ото сна заснеженного И полноводья нежное Брызгами волн морских. Женья. Весеннее. 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 Спасибо. 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 Благодарю, о Господь, за землю и за сну, и за прелестную плоть, и за бессмертную душу. И за сны, и за сны, и за сны, и за сны. И за горячую кровь, и за холодную воду. И за сны, и за сны. И за сны, и за сны. Благодарю, за сны. Благодарю. 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 Твою ночь. Будут белые снегочки, И я тоже буду. Не печалясь о смерти, И без смерти я не жду. Не печалясь о смерти, И без смерти я не жду. Не печалясь о смерти я не жду. Не печалясь о смерти, Я не снег, не звезда. Не печалясь о смерти я не жду. Не печалясь о смерти, Не печалясь о смерти я не жду. Не печалясь о смерти я не жду. Не печалясь о смерти я не жду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 А потом будет мысль Польцбиримов, будет весело. Продолжение следует... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Параллельно я создавала оперу «Красное». И темы испанские и сепардские народных песен, которые звучат вначале самым красным, когда оживает площадь реночная, когда за секунду до смерти испанцы вспоминают свою жизнь, вспоминают свой фраглур исконный. Вот эти темы положены в основу этого сочинения. Вы здесь услышите вариации «на». И когда говорят про шнитки, что у него нет своего стиля, это абсолютно не так. И здесь это мое прочтение этих песен. Вы услышите знакомые мелодии, менее знакомые мелодии, но в то же время вы услышите, что все это скреплено каким-то особым духом. А между частями проходит мужская барабанная дробь. Дело в том, что в детстве я мечтала стать режиссером. И, наверное, сейчас какие-то произведения я выступаю как режиссер. То есть я имею в виду, что я их режиссеру. И вот я не взяла с собой аннотацию в этом сочинении, но когда звучит, когда вы с самого начала услышите, когда звучит вот эта барабанная дробь, и, на мой взгляд, это мужские каблуки полностью, только мужские каблуки. Если вы знаете фильмы «Антонио Гадеса», кто-то разговаривает, там надо разговаривать. Вот «Антонио Гадеса», «Кармен», «Кровавая свадьба». Вот это вот. Это звучит, и это скрепляет абсолютно все. Это уже мое прочтение. Это не даже там, не знаю, не испанские какие-то песни, а это мое видение в Испании. И, в общем, я без Виктора Сычаи до сочинения бы не родилась, потому что он колоссально много помог мне в приемах, что тут вообще возможно, ну, то есть, как это вообще возможно все сделать. Вот, так что представляю лауреат международных конкурсов, солист новой оперы, Виктор Сыч, «Душа Испании». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка 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 Играет музыка